Если использовать уже известный продукт или способ по определенному значению, то это тоже объект патентной охраны. Если мы с вами научились, допустим, аспирином лечить какую-то болезнь, о которой никто никогда не знал, что ее можно лечить, несмотря на то, что форму аспирина известна, продукт известен, все равно это принципиально новый способ, который тоже можно запатентовать. Отсюда же идет история с вечно зелеными патентами в парме. Долго не будем на этом останавливаться, но сейчас очень много популярных условно. Сначала патентуются API, субстанции патентуются, потом способ лечения патентуются, потом способ лечения снова патентуются. Таким образом патентная охрана растягивается невероятное количество времени. Правда, что в Японии запрещены дженерики? В Японии вообще своя очень... А в Индии, допустим, наоборот, дженерики поддерживаются. То есть каждое государство занимает свою позицию в этом вопросе. Поэтому там еще привязано к clinical data, то есть когда клинические исследования проводятся, какой дженерик может эту информацию для себя использовать, потому что эта история важна. Так вот, возвращаясь. Про изобретение поговорили, что это? Теперь давайте поговорим про полезную модель. Полезная модель – это всегда устройство. То есть это всегда какое-то устройство, есть правило единства полезной модели, и промышленный образец – это всегда художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид. В чем разница? Здесь у нас устройство, обусловленное его функциональным назначением, а у промышленного образца это всегда дизайнерское художественно-конструкторское решение. То есть если это, посмотрите, если это резервуар для воды, чашка, кружка, у него всегда будет этот резервуар, где жидкость должна собираться. Без этого чашка не может быть. То есть наличие резервуара для жидкости обусловлено ее функциональным назначением и не может быть признаков. Но если здесь есть какие-то прикольные картинки, ребристая поверхность, что-то еще, что на самом деле не сильно влияет на ее функционал, и такого у никого не было, то есть это принципиальный новый дизайн, то это можно патентовать как промышленный образец. А крышечку для вот этого стакана как закрыть? Крышечка сама по себе просто как крышечка никем не запатентована. Первый человек, который придумал закрыть. Ее как что? Честно говоря, думаю, что это очень давно, уже объективно, и эту историю вам не расскажу, но если только на крышечке появляются какие-то новые интересные элементы дизайна, потому что если это, допустим, вот это вот… У меня нет вопросов. Вот если бы вы были тем человеком, который придумал, чтобы не обливаться, надо сверху на этот стакан вот такую вот шпандорку сделать. Может быть полезная модель? Это была однозначно полезная модель, потому что у нее более сильная защита. То есть в иерархии всех наших изобретений является самым-самым высшим, потому что мы с вами разобрали мировая новизна, промышленная применимость, изобретательский шаг. Дальше полезная модель как устройство, и это дизайн. Даже по срокам 20 лет, 10 лет, 5 лет с возможностью продления. Даже просто по охране. Значит, разбираемся. 20 лет изобретения, 10 лет производили, 5 лет, потому что образцы их можно продлевать. Всегда ограниченные территории. Дорогие мои хорошие, помним, что патенты международного, мирового на весь мир не существует. К каждой стране нужно идти и получать свой собственный патент. Но есть и существует международная система патентования, PCT. Мы с вами поговорим, когда подав одну заявку, мы можем с вами пойти в разных стран, 140 стран, выбрать какие нам нужны и получить патентную охрану. Обязательная государственная регистрация. Мы раскрываем содержание нашего технического решения. Охраняем суть, а не форму. Разобрали с автовской правой форму. Охраняют слова, картинки, логотипы, дизайн. А здесь это суть. И длительная процедура получения патента. Действительно 10, 12, 14 месяцев в среднем. Значит, критерии. Новизна, изобретательский шаг, промышленная применимость для изобретения. Здесь новизна и промышленная применимость для полезной модели. И здесь является, по сути, новизна. То есть новая оригинальная. Это вы потом вместе посмотрите. Сейчас мы с вами на этом долго не будем останавливаться. Если кто-то когда-то готовил патентную заявку, он знает, что у нас заявление состоит из следующих разделов. Это описание, формула. Это очень важно. Это признаки. Что такое признаки? Я хотел бы на это немножко остановиться. Значит, когда мы с вами описываем наше изобретение, мы должны его как-то охарактеризовать. С одной стороны, мы хотим сделать защиту максимально широкой. То есть я, допустим, говорю, что у меня чашка выполнена из материалов таких, как пластик, картон и что-то еще. Если кто-то сделает чашку из дерева, а я ее в формуле у себя в признаках не указал, он обходит мой патент. Но если я сделаю слишком неопределенно, то есть просто выполненный из твердого материала и не укажу какой, то мне у вас патент может указать, слушай, ну так нельзя, давай как-то сужай. То есть вот эта работа патентного поверенного – это грамотное составление их признаков, формулы, потому что все судебные споры, все эти Apple, Samsung и прочие пляшут вокруг формулы изобретения, какими признаками я характеризовал и насколько я правильно их сформулировал, что мне туда вошло. Вот это для этого патентного поверенного и нанимается, чтобы это все грамотно оформить. Чертежи, диаграммы, рисунки и рефераты, они являются вспомогательными способами, но самое главное – это вот именно формула изобретения. Также, поскольку времени осталось немножко, потом посмотрите по формуле изобретения сами, мы должны с вами доказать технический результат, то есть эксперт распатента, когда нашу формулу смотрит, он говорит, докажи неустойчивый технический результат, почему при помощи твоего продукта или способа что-то происходит. Мы это эксперту соответствующему, это объясняем и поясняем. Значит, как быть… Так, это срочно. Значит, подготовка патентной заявки занимает время, и в России нет такого инструмента, который есть, допустим, в США, который, пожалуйста, тоже себе поменьте – это, как называют, provisional applications, предварительная заявка. Значит, у вас в США эта штука есть и активно ей пользуются. Достаточно, допустим, сказать, что такое университет, как MIT, подает огромное количество provisional applications, и после этой provisionales в предварительных уже рождаются сами заявки. Что это такое? Вы можете подать облегченную форму заявки, заплатить за нее 50 долларов, получить сразу, застолбить за собой временную правовую охрану, эта заявка нигде не публикуется, и дальше уже внести туда, к этой provisional, к этой предварительной, основную заявку. В Российской Федерации долгое время Роспатент это обсуждает, но пока у нас такое что-то не появилось, поэтому облегченную форму заявки мы пока подать не можем, но помним про то, что такая система есть в других странах. Значит, этот месяц, как я вам говорил, что заявка всегда публикуется на 18-й месяц. 18-й месяц до публикации заявку ее можно отозвать, изменить, но если она уже опубликована, все, дорогие мои хорошие, она попала, вот этот пабель-домейн, она всем уже известна, это значит, что вы уже должны поднимать до патента, иначе вы это все раскрыли всем, как вот вы привели пример с научной работой, я раскрыл всем, и уже все могут использовать. Значит, подготовка заявки, дело производства по заявке и поддержание патента в силе. Значит, мы сейчас с вами поговорим о процедурах зарубежного патентования, потому что это очень важно. Как нам обеспечить защиту? Мы уже поняли, что нет номера международного патента единого, в каждой стране получаем свой. Три варианта. Национальная процедура. Можно идти напрямую в зарубеж, так называемая Парижская комменция. Пожалуйста, очень важно, запомните, у нас всего с вами 12 месяцев с даты подачи российской заявки. Очень важно, пожалуйста, я вам сегодня говорил про 4 месяца при оформлении служебных капитатов и трудной деятельности с работником, но следующий срок, который надо запомнить, это 12 месяцев. Никогда получив уже российский патент, мы не сможем пройти в зарубеж. Уже мы материалили вот эту дату приоритета. То есть, когда подали заявку, начал тикать год. В течение этого года выбрали страны, куда пошли напрямую получать патенты. Если это одна-две страны, нам не нужно процедура PCT, мы звоним поверенному в Индию и в Китай, ребята, мы подали заявку, они говорят, дайте номер заявки, мы даем номер дату заявки, они на свои заявки подают там свои. И идет дело производства параллельно. Значит, первая дата подачи российской заявки это все, кто подают после нее, в любых странах нашу заявку упирают. Вопрос можно? Да. Если мы сначала получили патент на полезную модель, потом подаем заявку на патент. Вот эти 12 месяцев как-то. Получается, что мы уже дозаявили эту историю? Там немножко сложнее, там надо понимать, во-первых, не во всех странах, если это не PCT, если это напрямую, то надо смотреть по каждой стороне. То есть такая, это вот надо, Алексей, на той отдельности. Там очень много нюансов. Но просто лучше всего себе запомнить, что при подаче российской заявки, вот просто любой, у вас есть всего 12 месяцев. Потому что иногда на полезную модель можно подавать изобретение, о чем говорит Алексей, и воспользоваться датой приоритеты первой заявки. Но там вопрос срока. Значит, международная процедура, это вообще песня. Значит, это называется PCT, Patent Cooperation Treaty. Подаем одну заявку, можно на русском языке в Роспатент, одну заявку. И дальше у нас с вами 30 месяцев, 30 месяцев, если 12 месяцев первых пропустили, то это плюс 18 месяцев, чтобы выбрать страны, в которые мы с вами пойдем получать патент. 149 стран присоединились к конкретной конвенции, мы подаем одну заявку в Роспатент, и спокойно с вами 2,5 года выбираем страны, куда мы пойдем продавать. Это недорого, если мы хотим сэкономить, то мы подаем эту PCT заявку, вот она у нас здесь, вот PCT, подаем ее здесь, вот срок подачи PCT, 30 месяцев, мы подаем ее от российских заявителей, от российских заявителей, когда мы подаем от физических лиц, мы платим почту в 10 раз меньше. Вот уже не просто так съездили на остров, вы найдете и скажете, я знаю, как сэкономить почту в 10 раз. Значит, если подаем от компании, российской, и так уже если год, это примерно 1400 долларов, если от физических лиц, это в 10 раз меньше, то есть примерно 140 долларов. И на основании одной единственной бумаги, без каких-либо поршенных затрат, перекидываем от физиков на компанию. Если так можно делать, в ряде фирм, компаний, организаций, учреждений, просто нельзя подавать от физических лиц. Но если есть возможность подать от физиков, заплатить 140 долларов, потом перекидывать по документу, вы сэкономите там. Очень много денег. Это здорово, это удобно, поэтому, пожалуй, пользуюсь этим. Значит, вот эта процедура PCT. Подали просто патент заявку на русском или на английском, выбрали страну, куда мы идем, и все, в рамках этой процедуры мы с вами работаем, вообще ни в какие страны отдельно не обращаемся, пока наша заявка туда не пришла на национальный патент. Европейская патентная конвенция, ЕПК. 38 государств. Подаем. В каждой стране нужно делать так называемую валидацию. Не очень удобно, но до сих пор единого европейского патента нет. Они обсуждают это с 2014 года, до сих пор не договорились. Евразийская патентная конвенция. А вот здесь мы впереди планеты всей. У нас страны СНГ, правда не все. Подаем одну заявку в Евразию, получаем один патент, который действует на территории всех восьми государств. Очень удобно. Значит, промышленные образцы тоже очень удобно. Можно подать одну заявку по Гаагской системе и получать регистрацию промышленных образцов в других странах. То же самое по Мадриду. На самом деле, всего три системы надо запомнить. Это PCT для изобретений, Гаагская система для промышленных образцов и Мадридская система для товарных знаков. Мы с вами, сидя здесь в Москве, в России, неважно где, подав одну заявку через Всемирную организацию директуальной собственности, можем через одно окно с одним комплектом поршен получить охрану в тех странах, которые мы выбираем, мы отмечаем и получаем. Галочки отмечаем и получаем. Очень хорошая вещь. Пользуйтесь, пожалуйста. Есть такая штука, как проверка патентной частоты. Помните, да? Мы с вами по этапу обратились к технологии, дошли уже, чтобы на рынок выходить. Здесь надо понимать, что даже запатентовал какое-то устройство, допустим, я запатентовал вот этот кликер, в нем встроена лазерная указка. Кто-то до меня лазерную указку уже запатентовал. Несмотря на то, что у меня есть патент на кликер, я не могу без лазерной указки продавать, а лазерная указка запатентована. Значит, мое изобретение зависимое. Я должен пойти и договариваться с тем, кому принадлежит патент на лазерную указку, чтобы я мог это делать с производства, выводить. Поэтому это так называемый freedom to operate, то есть свобода работать на рынке. Это тоже нужно делать. То есть не просто я проверяю патентабилити, патентоспособность своего изобретения, а еще я проверяю, в кого я упираюсь по патентам. То есть с кем мне нужно договариваться. И в России в этом году наконец-то стали выдаваться так называемые принудительные лицензии. Сейчас вам немножко про них расскажу. Если вы толкаясь локтями, выходите на рынок Европы или США, и вас начинает задавливать какой-то крупный производитель, вы должны помнить такую штуку, как называется FRAND. Пишется F-R-A-N-D. Это принцип лицензирования. Вы можете прийти к нему и сказать, перекрати не отдавить, дай мне лицензию. И он, на самом деле, в рамках антимонопольного законодательства, защиты о конкуренции, должен выдать вам лицензию на тех же условиях, на каких он выдает рынку. Он не может вам взвинтить цену. Этот FRAND расшифровывается как так. Fair, reasonable and non-discriminatory. То есть справедливые, обоснованные и недискриминационные. Это те принципы и правила лицензирования, которые разработаны в Европе и активно применяются. В России тоже есть такая штука, называется принудительная лицензия. Если я никак не могу использовать свой кликер без глазового указка, а принудительный указок не дает мне выйти на рынок, я могу прийти и, обратившись к нему, заставить, в том числе через суд, выдать мне лицензию. И эта история, дорогие мои хорошие, история была мертвая. Наконец-то она вот в этом году ожила и от судебных практик пошла у нас по принудительной лицензии. Значит, осталось у меня совсем немного времени. Давайте поговорим про товарные знаки. Какие бывают товарные знаки? Словесные слова, комбинированные, объемные, вот форма товарного знака, таблеон, допустим, даже. Есть даже музыкальные. Это тоже товарный знак. Есть даже цвет по пантому, который может быть товарным знаком. То есть вы знаете, что, допустим, компания BP зарегистрировал на себя цвет Emerald Green, вот этот зеленый, для заправок, и никто больше в таком цвете себе товарные знаки для заправочных станций не может сделать. Как они это доказали у вас по пантому? Это значит, что, когда вы после вашего успешного проекта вычитесь на своей Lamborghini или Ferrari по highway и видите зеленый цвет заправки, вам некогда там читать BP, не BP. На вас зеленый Emerald Green, вот этот насыщенный изумрудный цвет, это точно BP, и вы туда заезжаете. Таким же цветом может быть, допустим, Tiffany, вот этот бирюзовый, цвет по пантому. Айфон. Какой? Айфон. У айфона, кстати, тоже может быть цвет. Я, честно, не знаю. У айфона пантомтовал цвет, он специально выбирал. Ну вот по айфону не знаю, а вот всякие... Мне кажется, название цветов точно запретровали. Какой? Нет, название всегда, по теме, конечно, любой автомобильный, нет уже цвета синий, да, есть там цвет питерская ночь и что угодно еще. Мы сейчас говорим про понтон. Вот Кэтбери, допустим, сиреневый, шоколадки, вилка, вот это все тоже, они тоже запреттовали. Слайд-ту-анлог, это, кстати, запатентовано как алгоритм, то есть через патент слайд-ту-анлог, и поэтому всем приходится по-другому делать блокирование. Значит, что нужно помнить про товарные знаки? Помнить про то, что они регистрируются в отношении так называемых МКТУ, то есть классов товаров и услуг. Если вам товарный знак «Ромашка» нужен для пельменей, а мне товарный знак «Ромашка» нужен для обуви, мы вообще не конкуренты, и Роспатент выдаст два свидетельства, вам на пельмени, а мне на обувь. Ради Бога, мы не пересекаемся. Но есть классы, где мы можем пересекаться. Допустим, у вас пиво, у меня орешки, а подлюбители одни. То есть всегда Роспатент смотрит на то, есть ли пересечения по подлюбителю, и есть очень интересные дела. Допустим, вот женщины знают, есть такой дорогой производитель обуви, Christian Louboutin. У них есть такая красная подошва. Красная подошва – это тоже охраняется товарным знаком цвет этой подошвы. А Zara, демократичный бренд, стали выпускать обувь, туфли тоже с красным цветом подошвой. И в Европе был вообще скандал, потому что этот Louboutin говорит, что же вы делаете, у нас красная подошва, а вы, значит, в зале тоже красная подошва. Так вот, Zara сумела отстоять свой дизайн обуви. Знаете как, они сказали, что потребители разные. Те, кто приходят за крестявого бутен, и те, кто приходят за Zara, они не пересекаются. Они наоборот. Ну, они могут мигрировать теоретически. Ну, наверное. Интересно, куда? Ну, ты тоже. А если вот по первому делу, куда регистрируют, это может быть красный малиновый и красный клубничный, да, к примеру. Они же могли так разойти? А они говорили, что это unfair competition, то есть недобросовестная конкуренция. Они говорят, что у нас это вот именно для подошвы, и люди приходят и думают, что это Louboutin. А Zara говорит, ну, какие же Louboutin в зале? Это значит, любой может сейчас синюю подошву себе запатентовать, и там, и все не дает. Только если вы это окажете в результате длительного использования, что вас узнают. То есть, если вы возьмете просто, допустим, пару букв, вот, пару букв там, не знаю, какой-нибудь АБ, и придете, попытаясь сделать талантный знак АБ, то он скажет, не обладает различительной способностью. То есть, это нельзя так делать, потому что никто не знает про этот бренд. Вы должны доказать Роспатент. А если OB, тогда все знают, да? А если OB, если OB магазин строительный, допустим, вы это Роспатент тут оказываете? Да, продумали. А мы еще надеемся, что нельзя, например, ПК, ПК, пожарный экран, потому что, там все, МВД. Есть ряд слов, которые нельзя регистрировать, потому что иначе никто не сможет их использовать. Допустим, эти пресловутые пельмени, если мы товарный знак пельмени зарегистрировали, как другие, никто не сможет продавать. Вообще, употребители. Где написали, что Лоборисовна Бугачева зарегистрировала товарный знак Филипп Киркоров. Вот я интересно, правда? Имена действительно регистрируют, но помните, пожалуйста, что послушается, что товарные знаки можно регистрируя только на индивидуальных предпринимателей или только на компании? На физлическом листе товарных знаки регистрируют предприниматель. Ну, она, видимо, она, в смысле, какую-то компанию с пульсенером Киркоров зарегистрировала. Да? Вы тоже можете пойти, зарегистрировать, это все уникальное, это ваше имя, только на индивидуальных предпринимателях. Кристину осталось не зарегистрировано. Патентные тролли как существуют? Патентные тролли существуют еще как. Потому что есть такая штука, как оспаривание знака. Для того, чтобы оспаривать знак про неиспользование, значит он три года не использовался. А если мы знаем, что компания уходит на рынок, и мы на себя регистрируем какое-то название, то компании остается ничего либо доказывать, что вы умышленно это делали, либо выкупать. Поэтому патентный троллинг еще как, особенно в сфере товарных знаков. А чем закончилась история запатентовала колесо австралийского? Колесо? Отказали ему? Я думаю, что наверняка, да. Вы знаете, иногда даже... Вот Apple запатентовал форму своих устройств. То есть прямоугольный, с кнопкой... А Роспатент быстро очень аннулировали, потому что сказали, что это любой смартфон такой. То есть там стекло, там кнопка... У них первая форма была. Уникальности нет. У них первая форма. Поэтому они тогда и судились с Samsung за формой. Да, но слетела очень быстро эта форма, потому что патенты ведомства поняли, что фактически тогда никто не сможет производить прямоугольные смартфоны. Выдых-то выдали, да. Да. Поэтому часто бывает. Вы должны понимать, что из всех патентов, которые выдаются, примерно треть может быть аннулирована, а из тех, которые может быть аннулирована, половина доходит. То есть можно оспорить, если очень хорошо. А можно вопрос, если есть или нет? Есть. Посмотрите, если, допустим, хотим зарегистрировать товарный знак, да? То есть логотип какой-то, допустим, Алтайский государственный университет, да? А в Алтае, да, есть еще там Алтайский политехнический университет, государственный политехнический университет. Слова Алтайский университет, скорее всего, не будут правозащитены. Мы за меня ответили. А если и с каким-то особым шрифтом намалевать? Вот если логотип особо намалеваете, то тогда да. А так, увы, нет. Если логотип рядом с каким-то нашим шрифтом. Это называется дискломировать, то есть это неохраняемый элемент. Мы можем с вами выпустить какой-то логотип, и говорят, будет торт Москва. И слово торт, и слово Москва, они не будут обладать охраной, потому что иначе никто не может использовать слово Москва и слово торт. Но какой-то логотипчик этого торта будет, потому что он объединен. Понятно. А если там на хроне логотипа было бы, то уже можно было бы. Это было бы не раздельное. Тоже слова Алтайские, слово государственные дискламируют. Вы не сможете их на себя забрать. Присажите вот эту историю. Да, значит, вот это пример очень интересный. О том, как не надо выходить на китайский рынок. Значит, в Китае сейчас уже больше шести судов по интеллектуальным правам. Они пытаются отбилить свой имидж, что они их делают копикеты. А субтитры сделал DimaTorzok.